Презентации двухэтажного поезда уже прошли в крупнейших городах по маршруту его следования. Это Москва, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. И вот сегодня первый двухэтажный пассажирский поезд дальнего следования добрался до Сочи. На перроне госям предлагалась развлекательная программа. Все желающие могли лично изготовить монеты с изображением двухэтажного вагона, который, кстати, уже называют даблдекером на рельсах. Новая техника имеет централизованное энергоснабжение от электровоза, заменившее угольное отопление. Если говорить о тонкостях, то здесь у нас использовано беззазорное сцепное устройство. Если раньше были автосцепки, которые давали динамические колебания, то сейчас поезд идет с беззазорным сцепным устройством, что обеспечивает плавность хода, безопасный проход пассажиров в межвагонном пространстве, теплоизоляцию, звукоизоляцию. Посмотреть на многотонную машину сегодня пришли и школьники. Оценить ее разрешили не только снаружи, но и изнутри. Отличительная особенность – электронное табло с указанием номера вагона и температуры воздуха, ухоженные экологически чистые туалетные комнаты и, конечно же, ступеньки, ведущие на второй этаж. А еще в вагоне поезда можно принять душ и погладить брюки. При желании можно воспользоваться детским манежем, чего раньше никогда не было. А двери в купе пассажиры будут открывать при помощи магнитных карт. Несмотря на большое количество пассажиров, вагон будет обслуживаться одним проводником. Теперь у нас в новых вагонах практически все автоматизировано. У нас показывают уровень воды, климат, безопасность, освещение, доступ к дверям, вызов проводника. У нас показывают какое купе, время, дата, когда нас вызвали. Ну, моя работа теперь сведена практически к нулю в этом новом вагоне. В вагоне-ресторане есть буфет, а сам ресторан непривычно вместительный. Здесь можно отмечать маленькую свадьбу на 50 человек. Есть в двухэтажном поезде и купе для людей с ограниченными возможностями здоровья. А также специальные подъемники для посадки инвалидов-колясочников с низких платформ. Всего закуплено 50 двухэтажных вагонов. За один рейс состав будет перевозить почти в два раза больше пассажиров, чем обычно. В связи с этим и тарифы будут другие. Поезд находится у нас в динамическом ценообразовании. Это означает, что при глубине продажи 45 суток, если вы покупаете за 45 суток билеты, то, естественно, покупаете по минимальной цене. Далее, по ходу наполнения мест, значит, схема уже машина считает, какую наценку прибавлять. То есть, конечно же, нужно заранее планировать свою перевозку и, естественно, выигрывать цене. А так, начальная цена для поезда 4155 рублей от Адлера до Москвы. Двухэтажные поезда смогут развивать скорость до 160 км в час. Таким образом, время в пути из Москвы до Адлера сократится и составит 23,5 часа. Денис Шичкин, Инга Габеши, Михаил Бубенин. Телекомпания ВКТ.